Автономная некоммерческая организация «Резерв» представляет Праздник русской культуры «Русь жива» в парке Загородный Кулачные бои, стенка на стенку, хороводы и детские забавы, гости и чай из самоваров 4 ноября с 12 часов в Загородный всей семьей В рамках информационного партнерства сегодня мы расскажем о программе Праздника русской культуры «Русь жива», который состоится 4 ноября в парке Загородный А помогут нам сегодня в этом соорганизаторы мероприятия Я представляю вам координатора русской общины Владимира Вячеслава Ланского Здравствуйте Добрый вечер И Артем Исеменов, руководитель объединения «Северный человек» Здравствуйте Артем, прежде всего, первый вопрос В чем концепция мероприятия? Почему решили обратиться именно к такой теме традиционных русских игр? Во-первых, хотелось рассказать про саму концепцию и чем она отличается от других похожих мероприятий В нашей концепции то, что любой гость, который к нам придет он во время этого мероприятия должен стать участником, игроком То есть не как это бывает чаще всего в других мероприятиях где есть какая-то определенная команда, которая организовывает, показывает и есть отдельно зритель то у нас пришедший зритель – это человек, который вливается в игру, активно участвует и так далее То есть у нас этой четкой границы нет То есть все участники, зрителей нет? Да, да, у нас зрители-участник – это одни и те же люди, и это все Все смотрят и все участвуют И все будет с акцентом на русские традиции, русские забавы, русские блюда Да, все это будет именно в таком стиле Все-таки у нас День народного единства Этот праздник приурочен к этому и в этот день, да Вячеслав, кто из интересных гостей приедет на этот праздник? Из гостей мы ожидаем ансамбль «Белый Злат» – город Москва Из города Твери Сергей Мещеряков – это директор, как правильно называть, традиционного русского… Да, Центр «Русские морозы» Да, Центр «Русские морозы» Потом помимо участников, тех, которые будут участвовать, к нам приезжают очень много гостей из других городов, таких как Рязань, Нижний Новгород, Иваново, Серпухов, Чехов, Балашиха Ну и наши областные города, которые нас вокруг окружают Эти люди будут там тоже непосредственно участвовать То есть не просто приедут зрителей там посмотреть, да, а будут принимать активное участие во всем Ну вы сегодня представляете две организации, да То есть вот вообще кто эта команда, которая будет участвовать и которая будет проводить этот праздник? Если вы говорите о команде организаторов, то у нас очень большое количество людей, которые это все организовывают Мы даже на этом фоне, так сказать, объединяемся все вместе Вот, а также помимо вот меня и Вячеслава, которые организовывают это Помимо «Рокот-центра 33», которые тоже все это делают Есть также Владимирский наставник, если слышали о таком И автоклуб «Русич», которые будут заниматься с детьми Также в нашу команду входит порядка 20 человек, которые вот эти игровики-затейники Которые будут заниматься именно с детьми Вот, соответственно, дальше у нас там всякие самоварщики, ремесленники Инклюзионная зона А кто такие северные люди и русская община? Вообще это две наших федеральных организации В рамках этого мероприятия у нас такое товарищеское противоборство будет Вот, чтобы было интереснее То есть народное единство, как и должно быть, да? Да, 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 именно Да, естественно, это соперничество чисто формальное, условное Только для того, чтобы поделиться на команды, подогреть какой-то интерес Вячеслав, вы объявили заочный конкурс для детей, конкурс рисунков Да, все верно, у нас был объявлен заочный конкурс детского рисунка Называется конкурс богатыри земли русской Каждый ребенок может поучаствовать и в онлайн режиме прислать свой рисунок И наша комиссия проведет отбор этих рисунков И самых классных, самых приятных обязательно наградим То есть у нас будет 4 номинации, это первое, второе, третье место Плюс четвертое, это приз зрительских симпатий За которые тоже предусмотрен определенный приз Вообще, в принципе, все дети и все участники, которые у нас будут участвовать Они все будут награждаться либо поощрительными призами Либо призы, которые будут номинированы за определенные места В тех номинациях, которые будут заявлены Есть ли еще возможность прислать рисунок? А до сегодняшнего вечера, до 12, еще есть возможность прислать Куда обращаться? На электронную почту можно отправить Мы, в принципе, можем ее предоставить Вообще, еще хотел бы добавить очень классную идею у нас еще есть Это рисунок, который победит в этом конкурсе Мы этот рисунок распечатаем на кружках Принт сделаем И, соответственно, сделаем какой-то определенный тираж Мне кажется, классно Детское творчество Интересная идея Артем, расскажите, как вообще будет организовано пространство? Какие зоны будут работать? Да, вообще, будет центральная зона, на которой будут происходить основные мероприятия Соответственно, мероприятия, я сразу скажу, у нас будут абсолютно для всех И для мужчин, и для женщин, и для детей Для всех будет своя отдельная программа Мужская программа, она основная и самозрелища центральная Она будет в центральном секторе, в центре Параллельно в это время будут проходить разные детские станции А какие-то кульминационные детские игры и состязания, они будут проходить в центре Также в центре, в перерыве с нами, нам же тоже нужен перерыв, нам нужно отдыхать Все-таки там дело такое Будут выступать различные коллективы музыкальные, как уже Вячеслав сказал И будут хороводы разные Мне очень интересно, да, все-таки такие молодецкие забавы, это больше всего для мужчин Как могут себя применить женщины на этом празднике, если зрители не подразумеваются? Ну, во-первых, в хороводах они будут участвовать, в конкурсах во всех Там же будут проходить мастер-классы различные Вот, таким образом Там очень много будет, на самом деле, не только просто русские вот эти мужские забавы Они будут занимать центральное место, но в то же время там будут переплетаться хороводы и всякие женские конкурсы Потом плюсом у нас еще будет организована дегустационная зона В которой каждый умелец, скажем так, доморощенный, который дома изготавливает какие-то вкусности Какие-то там поделки, какие-то там другие предметы У них будет возможность, во-первых, это все показать, дать продегустировать Ну, как бы о себе тоже заявить Это, в принципе, тоже достаточно такой интересный и серьезный момент для продвижения тех ремесленников, которые этим занимаются и делают Ну и для тех гостей, которые пришли, тоже интересно посмотреть и попробовать, руками потрогать И да, мы вообще рекомендуем приходить обязательно всем вовремя, в 12 часам Потому что детские конкурсы начнутся тоже практически сразу Соответственно, дети будут награждаться также призами Каждый активный ребенок, каждый победитель ребенок Все будут награждаться разными призами Поэтому, чтобы не упускать этот момент, лучше приходить вовремя Артем, ну самый срелищный момент, конечно же, это состязания Да, молодецкие игрищи, забавы, что там будет в наполнении? Да, вообще начинается у нас все по традиции, с молодецких забав Это будут различные перетягивания каната Срывание шапок, так называемые шапочные бои Перетаскивание, перетягивание Вот сначала все будет в таком духе Потом, после некоторого перерыва на хороводы У нас начнутся стеношные бои Именно не стенка на стенку, как сейчас многие себе это представляют Когда такие вот там фанаты или кто-то с голыми кулаками начинает друг друга месить Нет, у нас именно в нашей доброй старой русской традиции, как это было раньше Определенными шеренгами мы встаем По-определенному беремся И с помощью тактики мы соступаемся И кто-кого перетолкает к одному или другому краю Вот Первый раз это будет без ударов Вообще в перспективе, вообще по классике В общем, это должно быть передней рукой Мы держим товарища, мы смыкаемся А задней рукой можно носить какие-то удары по плечам, по корпусу Людям, которые с нами соступаются Вот, это именно командное такое состязание Вот, не то, что там каждый друг с другом А именно шеренгой И смысл во время этого состязания, чтобы эти шеренги не разрывались Чтобы они были непрерывными И в то же время То есть цепка идет, да, вот под рукой Да, 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 то есть эта рука даже получается занята Там все тесно Именно общий, одним целым вы двигаетесь И кто-кого вытолкает На самом деле у нас предусмотрено три вида таких стеношных боев Первый, это где могут участвовать вообще абсолютно все То есть 18+, это непосредственно безударные Где вот именно как раз все в цепке, все в цепке, все толкаются Потом мы хотим, чтобы и детишки тоже, которые пришли Которые, увидев все то, что происходит, да, тоже могли в этом получаться То есть будет отдельно сделана небольшая детская такая же игра Тоже стенка на стенку Также, чтобы дети тоже немножко там, ну, попытались в соступе Что касается детей, это групповое там переталкивание Никакой жести там и никакой опасности для детского здоровья Ну, у нас на самом деле, у нас есть отличные ребята Которые уже там давным-давно занимаются этими делами Которые с детьми имеют очень огромный опыт общения И проведения разного рода игр То есть все под их контролем Все будет все здорово То есть, ну, волноваться ни за что не придется Да, вообще эти игры, они изначально для чего были придуманы И как, ну, естественно, это сложилось стихийно вообще Но какую функцию они несут? Во-первых, эти игры, как мы уже выяснили, бывают детские игры И, соответственно, дальше, доходя до взрослых Первая у них функция была, это социализация То есть в каждой игре чаще всего люди как-то коммуницируют друг с другом Общаются, передают какую-то информацию Во-первых, это Во-вторых, это умение принимать быстрые решения Потому что ситуация на месте очень быстро меняется Нужно как-то реагировать, принимать Это координация, это определенная, необычная такая физическая нагрузка Которую ни в каком тренажерном зале ты не испытаешь Вот, потому что вы там боретесь, вы в цепке То есть такое вот Вот, и... Плюс адреналина еще в этот момент очень прям хорошо, прям наигрывает Потому что все нацелены на то, чтобы выиграть Несмотря на то, что у нас дружеское там состязание Все равно все максимально пытаются выложиться в этом Ну, из опыта ваших предыдущих форматов, праздников Вот, чем отличается вот сегодняшний праздник Такой емкий, да, очень многогранный Да, мы, скорее всего, в основном масштабом То есть, если мы, допустим, 27 августа проводили подобные мероприятия Мы рассчитывали на 150 человек Что ж у нас будет участнику, да Нас люди очень сильно порадовали тем, что пришли не 150, а 300 Мы даже были прям очень прям этому счастливы, рады И у нас получилось более глобальное, такое более интересное мероприятие На 4 ноября мы сейчас планируем на 1000 человек Да, мы шагаем вперед Да, то есть, соответственно, оно будет еще более зрелищным Более интересным должно получиться Да, должно в этот раз больше гостей приехать с разных регионов Издалека даже кто-то Вот, потому что всем это интересно Всех это цепляет, всем это нравится И многие люди понимают, что это действительно очень важно Поскольку это все-таки все ведет нас к объединению, к единству То, чего нам сейчас в наше время так сильно не хватает Ну, а потом, допустим, русская община Это Артем уже говорил, что северный человек, русская община Это федеральные проекты, да То есть, они находятся ни в двух, ни в трех, ни в четырех городах Допустим, русская община, она по всей России Сейчас на данный момент почти в каждом городе есть свои общины То есть, в крупном городе На данный момент 109 общин уже существует А что такое русская община? Русская община – это платформа для объединения и взаимопомощи города В смысле, государства, образующего народа То есть, ну, наш русский народ Где каждый может поддержать в любой момент, а в любой ситуации Ну и, собственно, северный человек, они примерно тоже такие же Да, да, мы занимаемся укреплением, возродением русской культуры Стараемся привить людям чувство патриотизма Здоровый образ жизни В общем, вот в таком направлении двигаемся Ну что ж, в завершении эфира Аргумент, который не позволит не прийти на мероприятие Пожалуйста Да, аргумент, на самом деле, один только большой Приходите, будем счастливы, рады всех видеть И будем вместе всех участвовать и биться в наших эфирных истязаниях На пути к нашему всеобщему единству Вообще, каждый должен сделать определенный шаг В частности, это встать с дивана и прийти Чтобы с нами поучаствовать Познакомиться, пообщаться Все, кому это близко Ну, это как минимум, да А уже задача максимум Тогда, когда вы погрузитесь в эту атмосферу русских традиционных игр Успешного мероприятия Чтобы все прошло, как хотели Чтобы действительно столько гостей приехало, сколько заявлено Без сучка и задоринки, как говорится Спасибо